Всем привет! Это Едим ТВ, меня зовут Евграф и сегодня я представляю вам новый цикл видео, в которых Мгер Габриэлян, бренд-шеф бармен сети Dragon Group, будет готовить коктейли. По четвергам они будут выходить, там раз в две недели, может быть, короче, по какому-то графику. И вот Мгер, поскольку профессиональный бармен, и не только бармен, а еще и бренд-шеф бармен, то он знает всякие интересные штуки, там мы с ним выбрали, что можно приготовить. Я думаю, что в ближайшее время будет довольно любопытно, что-то будет необычное. Но и классика тоже будет. Да, да, конечно. Я ударяюсь, а Мгер сейчас расскажет, что он будет делать. Здравствуйте еще раз. Сегодня я буду готовить коктейль пенициллин, который был придуман в 2005 году, но уже стал классикой. Если не ошибаюсь, в баре Milk and Honey придумали, в Нью-Йоркском баре. Это твист, коктейль, виски сауэр. Ну, я сделаю свой вариант пенициллина, это не классический вариант. Я чуть-чуть поменял. Вместо сока имбиря, свежевыжатого, я добавляю имбирь, пару штук. Мадл делаю. И сперва, что нам нужно? Мы берем розмарин. Его обжигаем, чтобы коптить стакан. И накрываем бокал. Пусть пока так останется, пока мы уже начинаем готовить коктейль. Лед, шейкер. Добавляем имбирь, где-то граммов 15-20. Делаем мадл. Добавляем 30 миллилитров медового сиропа, который мы готовим. 30 миллилитров медового сиропа, это 50 на 50 вода и мед. Ну, там воды чуть-чуть добавляем, ну, например, там, чтобы готовить литр, мы добавляем полкилограмма меда, потом 450 миллилитров воды и 50 миллилитров вода апельсиновых цветков. И чуть-чуть оранжбитер, пару дэшев оранжбитер. Так получается медово-цветочный такой апельсиновый сироп. Не такой классический медовый сироп, а майовая. Ну да, поинтереснее вкус, но в целом можно и просто мед с водой смешать один к одному. Ну да, один к одному, если любите послаще, можно там 75 на 25, вот так. Добавляем 30 миллилитров лимон-лайм. И еще добавляем 50 миллилитров шотландского виски. Спасибо сайту Лудинг. 50 миллилитров. Добавляю апельсиновый биттер, которого нет, вот есть. И делаем уже шейк. Этот шейк кому посвящаем? Ты придумывай. Роману, который нам очень помогает. И в частности Евграфу очень помогает. И все. Берем уже копченый стакан. Добавляем лед. И уже самый интересный процесс начинается. Даблстренд делаем, чтобы вот кусочки имбиря не прошли в стакан. И, конечно, сверху добавляем копченый виски. Опять шотландский. Который придает этому коктейлю специфичный торфяной копченый вкус. 10 миллилитров. 10-5, смотря кто как хочет. И, конечно, какой коктейль без украшений? В данном случае будет апельсиновый пил. Вот такой. Или можно внутрь, не знаю, кому как понравится. И коктейль пенетелин готов. Я приглашаю Евграфа, чтобы попробовал он и сказал свое мнение. Это я всегда готов. Да. Особенно с утра. Мы снимаем в 11. Аромат прекрасный. Это апельсина. Немножко копченого есть, да, даже в аромате. А, он сверху, там даже много копченого. Прям пошли эти фламы. Там мы коптили вот стакан. А, точно. Еще же. То есть здесь. А там ты, когда ты добавлял лед, ты сначала прокоптил, а потом добавил лед. Там же не просто так, да, чтобы он задержал этот дым. Да, да, конечно. Сразу добавил. Так, еще попробую. Не распробовал. Ну. Я волнуюсь. Нет, коктейль-то в балансе все хорошо. Я, конечно, небольшой любитель, в принципе, вот этого островного виски, вот этих вот копченых алкоголей. У меня лично, я, видимо, детская травма у меня, я сосал фломастеры и как-то периодически чернила с фломастера тоже высосывал случайно. И вот похожий вкус, мне кажется, у любителя у копченого алкоголя. Да, да, да. Меньше, чем лимонный или лаймовый сок, да. Здесь почему 30-30? Потому что сам по себе вот медовый сироп, сироп не такой сладкий, как сахарный сироп. А не я сравнивал, он чуть немного не такой сладкий, как сахарный сироп. Если бы я сахарный сироп здесь использовал, ну, тогда я бы добавил 20 мл, например. Ну, да, там стандартная, там, обычная, 60-30-22. Да, ну, типа так, да, поэтому 30-30 и получается в балансе очень хорошо. Да, нет, абсолютно нет излишней там сладости или что-то такое очень хорошо, медовый. Это вообще на самом деле твист даже не на виски саур, а на еще один коктейль, который в Голд Раш назывался, у них же в этом баре, я почитал, Милкенханни, у них был Голд Раш, это тоже самый виски саур, только с медовым сиропом. То есть это твист твиста получается? Да, а тот уже был твист на виски саур. Вот, не знаю, может быть, еще и с белком можно делать? Ну, конечно, естественно. Но, не знаю, не обязательно. Вообще, даже вообще саур не обязательно делать с белком, даже обычный. Это не... Ну, и так, и так, правильно, то есть нету такого конкретного, да, вот? Да, пенка-то она и так образуется, пока все равно шликуешь, конечно, она не такая плотная, как с белком или с этими капельками. Ну, насыщается кислородом, получается. Получается чуть-чуть мягче и с пенькой, маленькая пенька там есть. Заказывают, часто заказывают вообще пенициллин? Да, особенно зимой. Ага. Да. Ну, и название потом, сама по себе пенициллин, это, ну, как бы лекарство. Да, вот люди говорят, ну, я говорю, да, там, в принципе, имбирь есть, медовый сироп есть, да, то есть, да. Есть какие-то действительно. Есть какие-то. Никогда не думал о том, что это зимний коктейль, в общем, в принципе. Так что, в первый раз сейчас для холодной погоды. Ставьте лайк, если вам холодно. Спасибо Мгеру за коктейль. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на Мгера, он есть во всех соцсетях, в том числе в тех, которые не можем называть. И зовут его там вот так. Мгер Габриэл. Мэр Габриэл. Мэр. А, извините, Мэр Габриэл. И спасибо, естественно, Коунтхаусу, где я лет, где-то год-три я работал как и барменом, и барменеджером за такую возможность, чтобы здесь снимать эти красивые видео. Я надеюсь, вам понравится. Также спасибо сайту Luding, благодаря которому мы все это делаем тут, который предоставляет нам всякие интересные бутылки для съемок. Если хотите получить скидку 35%, то можете использовать промокод ЕДИМТВ на сайте luding.ru, ссылка в описании. Там скидка распространяется практически на все. Ну, кроме того, что уже со скидкой, либо там, где написано, бест прайс, спеццена. Ну, короче, то, что уже под какие-то акции подходит. Список городов, в которых это работает, тоже в описании, рядом со ссылкой. А если вы хотите помочь нашему каналу материально, то вы можете оформить платную подписку на Бусти, либо на Патреоне, если вы не в России. Кстати, у Мгера там несколько видео уже вышло. У наших, типа, дополнительных секретных видео. Цики. Это помогает нам снимать новые видео, а также дает вам доступ к дополнительному видео каждую неделю. То есть по три видео у нас будет, а не по два, как у всех обычных людей. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь на нас везде. Нам, Гера, подписывайтесь. До новых встреч. Пока. До свидания.